Это первый случай, когда сотрудники головного офиса Национального банка оспаривают в суде незаконное увольнение. Сегодня суд отклонил отвод судей Раушан Турциновой по иску Александра Юрина против Национального банка. Один из менеджеров Национального банка был на больничном, когда его уведомили о сокращении. Печать на документе с юридически просроченным сроком годности бланк, мягко говоря, неправильно оформлен. Вот аргументы истцов. По словам Александра, никакого сокращения не было. Даже наоборот, штат был увеличен с 801 до 811 сотрудников. Зная логику работы Национального банка, если случится чудо и все-таки примут решение в суде первой инстанции, примут решение в мою пользу, то Национальный банк вполне может сам заявить, что решение недействительное в силу того, что у представителей была недействительная доверенность. Я еще раз говорю, вопрос печати. Вроде бы со стороны обывателя это мелочь, со стороны юриста уже с юридической стороны дела это очень серьезно. Это вопрос, насколько действительно и правомощны документы, заверенные гербовой печатью. То есть гербовая печать уже год не соответствует требованиям законодательства. Нормы гласят, только глава государства может определять количество сотрудников Национального банка страны. Без указа президента увольнять никого нельзя, можно лишь протировать кадры. Еще в прошлом году, тогда еще начальник управления Баужан-Кущербаев, начал борьбу с самоуправством в Национальный банк и написал открытое письмо в сети о беспределе в главном банке страны. Марченко и его подчиненные, чтобы избавиться, якобы создают о том, что идет сокращение. Сокращение проводится в отсутствии самого указа президента. Сокращение председатель Национального банка не имел права проводить, потому что это не входит в его компетенцию. Есть правление Национального банка, в которое входит в его обязанности не принимать решения, а подготавливать проект о оптимизации, сокращении численности штата и работников Национального банка. И этот проект потом идет на согласование в администрацию президента. Еще один нестец Гульнар Бадильданова, мать-одиночка. По Трудовому кодексу республики как бы защищена от такого рода сокращений. После увольнения она уже полгода оббивает пороги разных инстанций. Любая проверка, там написано, исполнительными органами, местными органами, куда я обращалась под госинспекцию труда, то есть они мне тогда сказали сразу, что мы не можем проверить, потому что любая проверка осуществляется с согласия президента. То есть то же самое, даже если бы я обратилась в прокуратуру, они бы мне написали бы такой ответ, как мне дали в ГИД. Раз так прописано законом, значит Гульнара намерена дойти до президента. Ей есть что терять, впрочем, как и ее коллегам по сокращению.